А что нет? Я не боюсь. У меня щипает голова, которая мне не нравится. Надеюсь, что буду счастливая. Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй. Давно мы не встречались с вами в таком формате в ванне, в моей ванне красоты. И уж тем более давным-давно мы не красили с вами волосы, потому что в последнее время всё это перенеслось в мои влоги. Но сегодня я решила снять отдельное видео об окрашивании волос, об окрашивании своих корней. И почему же, почему же? Нынче краски дорогие. Шучу. Просто у меня очень много красок, которые нужно использовать. Хотя я не шучу, краски реально дорогие. Сейчас стали в два раза дороже краски, чем были. Например, та же лонда, которой я красилась. И я решила немножко перешерстить вообще в целом свои краски, потому что у меня там от Эстель до Лонды, до Мут, Элгон, в общем, много всего. Я чуть-чуть расхламляюсь, перебираю всё. И нашла краску, которой я красилась. Это краска Элгон. Я её купила номер 1271. Я уже и красилась, но я, к сожалению, не нашла видео. Я хотела как раз-таки найти видео из своих старых, как я красилась этой краской, и посмотреть, что у меня там было с корнями. Раньше, как вы помните, я всегда для своих корней, как видите, да, у меня такой средний русый цвет, а сама блондинка. Я использовала красочку Мут, итальянская краска, 1271. Был, в принципе, вот прям по всем параметрам идеальный для меня. Он малёхо оставлял желтизну моих вот этих корней, но в целом всё было очень жемчужно, пепельно, классно, и не было никаких границ. Во всяком случае, не было таких границ, как сейчас, после Лонды. Она классная, конечно, да, последнее моё окрашивание, кто видел. Она классная, реально никакой желтизны, но у меня длина, оказывается, желтее, чем корни. И мне нужно 2-3 раза смывать волосы свои, да, я имею в виду потом в последующем, 2-3 помывки, чтобы цвет волос сравнялся и был вот такой, да. Иначе мне нужно постоянно тонироваться, а холодный оттенок, он вечно смывается. Я, в принципе, довольна своим оттенком, вот этим вот, да, такой солнечный блондин, я бы сказала. И мне хочется поддерживать корни, да, чтобы они сразу после покраски были красивые, чтобы мне не нужно было 2-3 помывки делать потом. Л Гон – это краска более премиальная, чем мут, она тоже итальянская, но помню, что, по-моему, мут сработал лучше, чем Л Гон. Поэтому она у меня осталась, я ее просто положила, и она осталась. Здесь у нас идет 125 мл, вообще, да, я использовала одну, 25, я 25 использовала вообще, представляете? И 25 использовала на корне. Наверное, я сейчас тоже так сделаю, да? Потому что разводится она тоже, по-моему, 1 к 2, мы сейчас посмотрим. Разведу 1 к 2, но раньше я красила на 6%, я что-то боялась большие проценты, но вообще красочки на 12 уровне – это осветляющие серии, и они работают на 9 и 12% хорошо. И после того, как мне всю эту теорию рассказали профессионалы, да, разные, и в том смысле и комментарии ваши, да, от профессионалов, я доверяю, сказали мне, что вот эти краски работают на 9 и 12% хорошо, и типа вот, давай, на 9 и 12%. И тогда я купила себе и 12%, вот у меня красочка, и 9% есть. И качество волос моих не страдает, тем более, когда я крашу вот корни или вот здесь, да. Конечно, если по длине делать, то потихоньку будет, наверное, отваливаться, или очень сушиться будут кончики, но я не хочу делать по длине, я хочу покрасить только корни. И сегодня мы с вами покрасим, ну, давайте на 12%, а что нет, я не боюсь. У меня вот целый полный пузырёк, надо его расходовать. И единственное, что сейчас я уточню, это как мы будем разводить. В прошлый раз, по-моему, я разводила 1 к 2. Сейчас найду, скажу. Для этого нам придётся поломать. Поломать! В коробку. Так, первое, что я увидела, 1 к 1, что-то тут. 1 к 2. Сразу после приготовления равномерно распределить средства по волосам. Исключительно для получения суперсветлых оттенков, можно смешать краску в пропорции 1 к 2 с кремом-окислителем на 40 объёмов. 40 объёмов на 12%. То есть это будет суперосветление. Вот, наверное, мы и попробуем суперосветление сделать. Да? На 12%. На 12%. Так, и сколько нам держать? Ага. Время выдержки максимум 45-50 минут. Ну и всё. Не будем мудрить. Так и сделаем. И посмотрим, что же у нас получится. Давайте я вам покажу, что у меня до. У меня до вот так вот отросли уже корни. Сзади тоже уже отросли корни. Специально не мою волосы перед осветлением, да? Хотя вчера уже хотела помыть его голову. Потом думаю, не, буду завтра краситься. Не буду мыть голову, поэтому немножко такая жирноватая у меня. Здесь по длине, когда всё смылось, видите, довольно-таки, ну, приемлемо. Тут чуть-чуть у меня пробирается желтизна, как отрастают, да, корни. По длине, в принципе, довольно ровно вот такой вот золотистый блонд. Вот, поэтому я обычно крашу корни, ну, и чуть-чуть вот здесь потом можно так проэмульгировать. Вот здесь у меня есть светлая полоска, которая на себя очень берёт хорошо холодный пигмент. Вот я бы не хотела, конечно. Ну, в общем, посмотрим, что будет, то будет. Вечные эксперименты. Сейчас разведу и вернусь. Всё, намешала как следует красочки. Кстати, она лучше уже раз, ну, растворяется однородной массой, быстро становится. И тоже довольно, ну, не жидкая, не сильно такая, как бы, это, да, ну, вот, хорошая консистенция, мне нравится. И, кстати, у неё нет сильного такого неприятного аромата, как, например, лонда и стей. Всё, поехали. Я не заморачиваюсь, я начинаю прям сверху, потому что для меня фасад – это важно. Я снимаю видео, хожу передом, поэтому я начинаю красить всегда волосы вот так. Развела, кстати, я, да, один к двум, я налила 80 где-то оксида, и получается 25 где-то, 35, короче, делала немножко на глаз вот этой красочки уже. Ну, в общем, я начинаю наносить вот так вот, прям с центра, и потом пошло, поехало всё. Так, вот так на камеру мне, конечно, неудобно, мне в зеркало лучше смотреть. Ну, это я вам показываю начало. С чего всё начинается. В одну сторону и в другую. А сзади уже промазываю там, как придётся. Вообще, я хотела изначально затемнить корни уже на 9%, наверное, взять, пойти купить лонду или что-нибудь, не знаю, ещё не решила. Вот, но потом нашла вот эту красочку Элгон и решила всё-таки посмотреть, как она ляжет. Вот, если хорошо ляжет, то, может, я её довымажу сначала, а потом уже буду затемнять корни. А если не понравится, или будет желтобата, как-то, знаете, ну, тем быстрее затемню корни. Мои звери уже потихоньку тут идут ко мне мешать. Они же не могут мне не мешать. Им нужно участвовать обязательно в процессе. Так, ну что, я покрасила корни довольно-таки быстренько, идёт осветление. У меня щипает голова. Так, ну, довольно сильно с уровнем того, что я раньше красила, даже на 12 лонду. У меня, по-моему, не так щипала голова. Не знаю. Ну, вот чутка щипает. Пошла я засеку время. У меня даже красочки ещё осталось. Я больше не разводила. Чуть-чуть осталось. Видно? Видно? Да, чуть-чуть осталось. Короче, пошла, посижу. Ну, обычно вот это вот шипение, щипание, да, шипение. Ну, первое время начинается сильно, а потом чуть-чуть стихает. Так что я подожду. Пошла в сериал посмотрю, который мне не нравится. Ну что, мои хорошие, прошло у нас 40 минут, да. В принципе, осветляться волосы начали довольно быстро. Сейчас вот на фото, не на фото, а в зеркале, я не вижу никакой-то сильной, может быть, даже желтизны, никакого-то холодного оттенка сильного не вижу. Мне прям кажется, что сейчас мои корни с моей длиной прям вот один в один. Я надеюсь, что сейчас я помою голову, всё это дело смою, и у меня прям получится сразу равномерный, классный цвет. И корни не будут сильно желтить. Посмотрим. Пошла. Помою голову, приму душ, всё вместе, и потом уже довольная и счастливая вернусь к вам. Надеюсь, что буду счастливая. Надеюсь. Всё, окрашивание будет гуд. Та-дам! Красно-розовая селена на связи. Так, ну что вы видите? Что вы видите? Что вижу я? Я вижу, вижу, вижу. Ну, в принципе, почти однородное. Единственное, что мне кажется, ну, это по сравнению с тем, что было, да, как будто чуть-чуть, вот, может быть, желтят. Но они сейчас мокрые, да. Мы мокрые волосы не смотрим. Сейчас мы всё посушим, и мне кажется, прям всё будет однородно, однотонно и прекрасно. А потом будет смываться, будем смотреть. Короче, я пошла сушить. Сейчас я заспрею всё это всё. Волосики росли. Сейчас хочу ещё один спрей, интересно, заказать. Он вообще тоже универсальный для волос, для тела, для всего, чтобы волосы росли. Там, короче, натуральный состав. Расскажу вам потом. Вот. Всё, пошла сушить. И потом посмотрим. Так, ну что, мои хорошие, что мы получаем на выходе? Господи, посмотрите, какая прелесть, какая красота! Просто идеальный цвет. Нет, посмотрите, корни шикарные. И просто плавно выходят в мои волосы, да. Даже не плавно, один и тот же цвет. Один и тот же тон. Не знаю, как вам показать. Очень красиво. Вот это я называю цвет солнечный блондин. Вот. Очень мне нравится. Нет какой-то желтизны. Вообще, всё замечательно. На 12% идеально сделался. И это с учётом того, что мы не холодим длину. Я, честно говоря, уже устала холодить длину. Вот сейчас, мне кажется, прям выход вообще просто как суперклассного салона. Всё однотонно, всё равномерно, ничего нигде. Волосы блестят. Кстати, хочу заметить, что краска шикарная. Я когда начала её смывать без шампуня, без ничего. Вот прям вот эта часть, которую я намазывала, она прям такая мягенькая, знаете, классная. Но, блин, надо посмотреть, сколько сейчас алгон стоит. Я бы ей продолжала краситься. Ну, либо мут. Мут она чуть подешевле. Она тоже очень хорошо справлялась. И, в принципе, тоже можно её на 12% красить. И классно. Вот. Мне очень нравится. Посмотрите, как сзади. Как блестят волосы. Мне кажется, они блестят лучше. Но я сейчас масочку уделала понтин. Да. Посмотрите, какие шикарные волосы. Сильно я их не укладывала. Ничего такого. Просто там чуть-чуть маслица своего. Чуть-чуть спрея. Вот. Как вы видели. Ну, просто за счёт того, что даже нет никаких оттенков левых. Очень красиво выглядят волосы. Всё. Похожу вот так. Ну, тоже, считай, новый оттенок. Потому что у меня до этого был немножечко, да, он с пепелинкой, с холоднинкой. Мне приходилось вот это вот корни сильно синие. Либо что-то делать. И какие-то я уже и бальзамы, и шампуни синие покупала. Но всё, оно нет-нет. Как-то вот тоже волосы сушит. Мне эта тема не нравится. Ну, и всё время, знаете, уделять внимание и корням, и длине мне, честно говоря, надоело. И вот с этими красками можно просто корни быстро распокрасить. Я даже вот, видите, сюда не заходила. Я не эмульгировала. Я ничего не делала. Это мой цвет, который был. Но как по-другому он заиграл в тот момент, когда корни красиво покрасились. Всё, девчонечки, я довольна, я классно. Я ещё вам вставлю сюда видео. Здесь с вами попрощаюсь уже, да. Люблю, целую. Или нет, потом попрощаюсь. А вставлю сейчас вам видео на улице, да. На улице себя подсниму сейчас, потому что бежать уже надо за малышом. Сейчас иду такая настраиваюсь. Чуть вот не врезалась в эту машину. Просто такая поднимаю, и передо мной кузов. Так, ну смотрите. При свете дня. Цвет волос. Мне очень нравится. Я прям вообще в восторге. Но раньше не нравилось. Но на 6% красилась. Не красила на 12. Мне кажется, намного круче на 12. И поднимает свет. Да. Ну, возможно, у меня ещё в прошлом, знаете, что было? Чуть похолоднее длина. Это тоже не исключено. Тогда, когда я красила. Поэтому, если бы я красила этой красочкой, то, ну, как бы у меня сейчас солнечный блонд, да, такой с желтинкой. Солнышко у нас с желтинкой. Вот. Не белое солнце пустыни. Поэтому, возможно, на контрасте тоже казалось желтое. Ну, а сейчас, по-моему, все условия сошлись. И то, что надо. В общем, жду ваши комменты. Всё, я вставила вам видео. Надеюсь, вам понравилось. Вот. И пишите комментарии. Я жду. Посмотрим. Пока покрашусь так. Мне очень нравится. Я хотела в следующую покраску уже затемнить волосы. Но на самом деле не хочу. У меня ещё осталась здесь краска. В следующий раз я не буду уже снимать отдельное видео. Я, ну, может быть, во влоге покажу там, да, что я покрасилась. И потом уже посмотрим. Ну, сейчас для меня это всё равно новый оттенек. Без какой-либо холоднушки. Вот. В общем, похожу так, пока не надоест. Надоест, начну затемнять корни. Всё. Класс. Волосы так здоровее будут. Пока. Спасибо, что были со мной. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok